Кто из вас страдал от обиды хоть раз в жизни? Поднимите руки. А из всех остальных через пару минут будем изгонять бесов в лжи. Я уверен, что нет человека, который никогда в жизни не ощущал обиды. Нам нужно научиться справляться с обидами, чтобы они никогда не задерживались в нашей жизни. Ефесянам 6.16, давайте прочтем вместе, читаем. «Апаче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого». Итак, щит веры необходим для того, чтобы гасить стрелы лукавого. Мне нравится, как это звучит в расширенном переводе Библии, 16 стих. «Возьмите покрывающий вас целиком щит спасающей веры, которым сможете потушить все раскаленные стрелы лукавого». Все раскаленные стрелы лукавого. Многие верующие полагают, что дьявол атакует нас в физической сфере, но дьявол нападает прежде всего в сфере духовной. Он подбрасывает нам мысли и эмоции. Разум — это поле битвы, веры. Вы побеждаете дьявола, и вы терпите поражение на поле боя вашего разума. Особенно это касается сферы вашей души, то есть воли, мышления и эмоций. Итак, первый шаг — это, конечно же, взять щит веры, то есть уповать на Божье Слово. Мы знаем, что без Божьего Слова не может быть Божьей веры. Без Слова нет веры. Иметь веру означает не просто верить, но для того, чтобы иметь веру, нужно иметь в сердце Божье Слово. Повторите за мной. Без слова. Нет веры. Помните, я говорил, что некоторые люди называют верой то, что верой вовсе не является. Это необоснованное и потому совершенно напрасное ожидание. Повторите еще раз за мной. Без слова. Нет веры. Щит веры — это Божье Слово. Ничто не сможет ранить меня. У меня есть щит веры. Ничто не сможет ранить меня. Почему? Потому что в Евангелии от Луки 10, 19 написано, «Даю вам власть наступать на змей-скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Итак, щит веры — это то, что сказал Бог. А теперь послушайте меня. Если щит — это то, что Бог говорит о нас, а так оно и есть, тогда получается, что если мы слушаем, что другие люди говорят о нас, мы опускаем свой щит. Ведь наш щит — это то, что о нас говорит Бог. И ваша обязанность — открыть Библию и узнать, что о вас говорит Бог. Бог говорит, что народ гибнет из-за недостатка ведения. Они гибнут из-за своего незнания. Иначе говоря, как вы можете держать щит веры, чтобы защищать себя от обид и боли, если вы не знаете Божьего Слова? Если вы знаете, что о вас говорит Божье Слово, тогда вы вооружены этим знанием словно щитом, и этот щит становится вашей защитой от всех тех слов, что могут говорить о вас люди. Послушайте еще раз. Когда мы слушаем то, что другие люди говорят о нас, мы опускаем свой щит веры. И когда мы ставим мнение других людей выше Божьего Слова, мы опускаем свой щит. Поймите, всякий раз, когда вы ставите мнение другого человека о вас выше Божьего мнения, всякий раз, когда вы слушаете то, что люди говорят о той или иной ситуации, вы опускаете свой щит веры. Поверьте мне, вам важно это знать, потому что люди говорят очень много пустого. Аминь. Но не в их словах наш щит веры. Наш щит веры основан на слове. Наш щит веры не основывается на людском мнении. Всякий раз, когда вы обращаете внимание на мнение людей, всякий раз, когда вы прислушиваетесь к их словам, вы опускаете щит веры. Если мы ставим их слова выше Божьего Слова, мы опускаем свой щит веры. И в результате этого, то, что они говорят, и становится нашим щитом. И вот чего нельзя допустить. Нельзя положить щит веры, чтобы взять мнение других людей, их слова, чтобы использовать их в качестве вашего щита. Почему? Потому что то, что говорят они, недостаточно для того, чтобы вас защитить. Вы понимаете это? Не бросайте того, что о вас говорит Бог, и не заменяйте тем, что о вас говорят другие люди. Потому что если вы так поступите, вы поставите то, что сказали они, или их мнение, выше Божьего Слова, тем самым потеряв Божий щит, который может угасить все огненные стрелы дьявола. Вы возьмете людской щит, который не будет достаточно крепким и не сможет вас защитить. Поэтому так важно не строить свою жизнь на мнении людей. Нельзя строить свою жизнь на мнении людей. Потому что именно этого желает дьявол. Чтобы вы прикрывались щитом, который на самом деле не сможет вас защитить. Эти щиты отличаются так же, как настоящий щит отличается от щита бумажного. Мнение людей о вас — это бумажный щит. А значит, стрелы его пробьют и причинят боль и вред вашей жизни. Пользу от осознания этой истины невозможно переоценить. Если вы хотите освободиться от обид, перестаньте принимать все, что о вас говорят люди. У вас есть Божье Слово, а к человеческому мнению вы должны относиться как к человеческому мнению, каким бы оно ни было. Я думаю, что ты занимаешься ерундой, когда даешь десятину. Это лишь твое мнение. Потому что если я последую этим словам, произойдет вот что. Если я приму твое мнение о десятине, согласно которому десятину давать не нужно, тогда пожирающий сможет пробить этот лживый щит, и я пострадаю. Я бросил щит веры, чтобы взять щит мнения другого человека. Понимаете? Скажите «Аминь». Примените этот принцип в тех сферах жизни, где вы страдаете от обиды. Примените этот принцип, когда люди будут поливать вас грязью. Примените, когда вас неправильно понимают. Применяйте этот принцип. Возьмите в руки Божье Слово, и вы будете хорошо защищены от обиды. Второе. Второе. Если вас кто-то обидел, и мы об этом поговорим сегодня, если вас кто-то обидел, сделайте шаг веры и простите их. Если вас обидели, сделайте шаг веры и простите их. Не ждите вдохновения на прощение. Что такое вдохновение на прощение? Некое чувство мурашки по коже. «Ага, вот оно, теперь я прощаю». Нет, я не об этом говорю. Я говорю о прощении, как о проявлении веры, когда вы прощаете, не потому что вам хочется. Вы прощаете, потому что вы приняли решение простить. Если вас кто-то обидел в прошлом, вы должны принять решение простить их. Прощение — это решение, а не чувство. Прощение — это решение, а не чувство. Повторите за мной. Прощение — это решение, а не чувство. Поэтому вы не сможете сказать, «Мне не хочется его прощать». Вы должны принять решение простить. Иногда мы думаем... Я, например, иногда думаю, если они хотя бы извинились или как-то объяснили свой поступок, тогда бы я простил их. Не дождетесь. Понимаете, о чем я? Если они изменятся, тогда я прощу их. Но если вы можете простить только, если они изменятся, значит, вы не прощаете. Послушайте внимательно. Если вы можете простить человека только после того, как он изменится, значит, вы его не прощаете. Запишите это, чтобы вы лучше поняли то, что я вам говорю. Напишите «простить». Простить не значит «продать». Запишите слово «продать». Я хочу взглянуть на эти два слова. Если вы можете простить человека только после того, как он изменится, или вы ожидаете от него извинений, или вы ожидаете что-то взамен вашего прощения, это продажа. Дать и продать — это не одно и то же. Вы тем самым выставляете своё прощение на продажу. То есть, вы должны сделать что-то для меня, прежде чем я дам тебе своё прощение. А Бог желает, чтобы мы давали прощение даром. Некоторые люди стараются продать своё прощение. Продать прощение. То есть, вы должны сделать что-то, прежде чем я прощу вас. А это противоречит Священному Писанию. Вы должны извиниться, признать свою неправоту. А что, если человек так и никогда не извинится? Бог всё равно будет требовать от вас, чтобы вы простили его. Прощение даётся даром. Мы через это проходили. Они не меняются, а я их не прощу. Посмотрите на них. Они такие же, как мы были всегда. Какое вам дело? Вас не должно касаться то, что они делают или не делают. Как я уже сказал, дать или продать — это не одно и то же. Я не требую ничего взамен своего прощения. Продать — значит, сначала вы должны измениться, тем самым вы сможете выкупить моё прощение. Прощение не продаётся, как утверждает Библия, а даётся даром. Даётся даром. Этот человек причинил мне страдания, когда я ещё был ребёнком. Я никогда не смогу простить его. Вы ставите себя в опасное положение. Бог простил вас не тогда, когда вы изменились. Вы об этом задумывались. Бог простил вас не после того, как вы изменились. Он не сказал, «Дождёмся, пока он изменится, и тогда я его прощу». Нет, сначала Бог простил, а потом вы начали изменяться. Я так рад, что Бог не потребовал ничего взамен своего прощения. Я так рад, что Он дал мне прощение даром. Бог не сказал, «Подождём, пока этот тип изменится». Аллилуйя! Вы знаете, что Божья милость заставляет вас меняться. Тот факт, что Бог простил вас, когда вы пребывали во тьме, но когда Он простил вас, вы, наконец, вышли из тьмы на свет. Как вы смеете требовать что-то взамен своего прощения, после того, как Бог нам дал своё прощение даром? «Нет, своего мужа я простить не могу. Он причинил мне слишком много зла. Он заставил меня страдать. Нет, простите его всё равно, и ваше прощение будет способствовать тому, что он начнёт меняться. Потому что люди порой и так знают, что недостойны прощения, но именно ваша милость заставляет их меняться. Кроме того, ведь вы стараетесь избавиться от обид. Вы не можете от них избавиться, если будете требовать чего-то взамен своего прощения. Потому что люди ничего за него не дадут. Они скажут, «Зачем мне твоё прощение? Мне на тебя всегда было наплевать, поэтому я тебя обидел». Так зачем подставлять себя под новые обиды? Простите и продолжайте жить дальше. По крайней мере, эта обида не будет вас больше ранить. Простите обидевшего вас и не требуйте объяснений. Не требуйте извинений. «Если ты извинишься, я тебя прощу». Опять выставляете прощение на продажу? «Объяснитесь, а потом я решу, прощать вас или нет». Опять выставляете на продажу? Если вы требуете чего-то взамен, это лишь указывает на вашу обиду и на вашу зависимость от их реакции. «Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, вам не нужно, чтобы к вам относились определенным образом». Послушайте ещё раз. «Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, вам не нужно, чтобы к вам относились определенным образом». И ещё раз. «Для того, чтобы хорошо себя чувствовать, вам не нужно, чтобы к вам относились определенным образом». Не верьте в обратное. Только когда вам всё равно, как люди к вам относятся, потому что источник свободы внутри вас. Вы будете по-настоящему свободны. Вы должны достигнуть такого уровня свободы, когда вам все равно, как к вам относятся, потому что источник вашей свободы внутри вас. Поступайте, как хотите, я свободен. Я простил вас, и Бог простил, я свободен. Я думаю, что эти слова очень кому-то помогли из вас. Задумайтесь об этом. Наши чувства всегда зависели от того, как к нам относились люди. Всегда. Потому что мы не смогли стать неуязвимыми. Если мы начнем обращать внимание на то, что другие люди говорят о нас, мы потеряем свободу, а они смогут управлять нашими чувствами. Этого нельзя допустить. Нельзя допустить, чтобы ваши сотрудники, которые, может быть, шепчутся о вас в коридоре, ваши родственники, может быть, кто-то неправильно вас понял. Ну и что? Меня неправильно поняли. Если они меня спросят, я объясню, что было на самом деле. Но я не буду переживать проводить бессонные ночи. Это не касается меня. У меня есть щит веры. Я уже решил простить. Я скажу больше. Я думаю, что прощение приносит больше пользы вам, чем кому-то, кого вы прощаете. Потому что они даже могут и не знать, что вы на них обижены. Что-то происходит внутри вас, когда вы прощаете. Это как между мужем и женой. Что-то не так, если между вами не все в порядке. Стресс, бессонница, усталость. Такой чудесный вечер, но... Понимаешь? Что-то нужно исправить. Это нужно исправить. Я не могу здесь стоять, проповедовать в то время, когда мы с Тэффи в ссоре. Посмотрю я на нее вот так, а она на меня вот так. Это неправильно. Это утомляет. Вы замечали, если между вами, между мужем и женой не все в порядке. Даже если вы просто играете в молчанку. Вы оба носите ту или иную степень обиды. Но никто ничего не говорит. Вы молчите и говорите только, когда это необходимо. Видела мои ключи? В шкафу, где ты их всегда кладешь. И обида становится сильнее. И кто-то из вас должен наконец-то понять, что все то, что было, не имеет значения. Самое главное, что я тебя люблю. Я никуда не уйду, потому что люблю тебя. Я не знаю, есть ли для всего этого объяснение, но я тебя люблю. А жена может сказать, «Тебе придется извиниться еще два раза, прежде чем я...» Милая, ты ошибаешься. Ты ошибаешься. Вы должны использовать этот принцип. Особенно это важно в ваших семейных взаимоотношениях. Вы должны использовать этот принцип дома. В браке могут возникать различные ситуации, причиняющие обиду и боль. Мы должны... Моя жена иногда говорит мне, «Я даже не позволю, чтобы ты расстроил меня». Это правильно. Это соответствует Библии. Ты не сможешь меня расстроить, этого не будет. Меня это так злит, мне хочется поругаться, а она так сияет добротой. Но зачем? Прощение — это решение, а не чувство. Третье. Когда вы простили... Мне кажется, я об этом уже говорил раньше. Когда вы простили, не нужно заново переживать обиду. Когда вы простили, не нужно заново переживать обиду. Помните? Это лучший пример, который пришел мне в голову. Я уже вам рассказывал его. Вы помните маленького мальчика, который разбил коленку и наклеил на нее пластырь? Когда в дом приходили гости, он срывал пластырь и показывал свою рану. Потом опять заклеивал, опять срывал, опять заклеивал, опять срывал. Он делал это так часто, что затянул процесс заживления. Именно это происходит с человеком, который вновь переживает ситуацию, ранившую его. Когда вы переживаете обиду, вы откладываете исцеление. Вы переживаете ее вновь и вновь. Кто-то звонит вам по телефону, вы обязательно рассказываете об обиде, вместо того, чтобы оставить пластырь на месте, чтобы ускорить процесс заживления. И мне трудно посчитать, насколько вы задерживаете исцеление из-за того, что вы переживаете боль вновь и вновь. Четвертое. Это шаги к освобождению от обиды. Этот шаг мне особенно нравится. Не оправдывайте свою обидчивость. Не оправдывайте свою обидчивость. Не оправдывайте свою обидчивость. Я женщина, и потому меня так легко обидеть. Я чувствительная натура, и потому так быстро обижаюсь. Люди, которые постоянно обижаются, говорят, «Я очень чувствительная натура». Перестаньте. Это все оправдания, от которых нужно избавляться. Мы такие чувствительные, потому что прошлое заботит нас больше, чем будущее. Мы такие обидчивые, потому что прошлое заботит нас больше, чем будущее. Нам нравится говорить о прошлом, заново переживать свою боль. И когда вам нравится говорить о прошлом и заново переживать старые обиды, и когда вас больше заботит прошлое, «Что они обо мне думали?» «Что они обо мне думали?» Когда это заботит вас больше, чем будущее, тогда вы будете страдать. Не говорите о том, что вы чувствительны. Ваша проблема в том, что вы ставите свое прошлое выше своего будущего. Давайте откроем послание филиппицам, третью главу. Это действительно так. Обидчивый человек — это тот, кто не может оставить прошлое в прошлом. Такие люди не могут забыть того, что случилось два года назад. Что-то неприятное произошло с ними два года назад. Их задели, обидели. Мы говорим, что это обидело нас, причинило нам боль. Вы не можете оставить этого в прошлом и продолжаете отдирать пластырь. Именно поэтому вы так обидчивы. Потому что вы слишком много внимания уделяете прошлому. Люди любят находить оправдание своим обидам. И когда им говорят, «Оставь прошлое в прошлом!» «Но ведь мне так больно!» «Тебе больно именно потому, что тебя все еще держит прошлое!» Вы позволили своему прошлому превратить вашу жизнь в соляной столб. Давайте посмотрим 13 стих. Филиппийцам 3.13. Нашли? Прочитайте 13-й вслух вместе со мной. Готовы? Читаем. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед». Это очень хорошие слова. Мы не раз читали этот отрывок, но я бы хотел взглянуть на этот стих в контексте нашего сегодняшнего учения. Я хочу отметить то, чему научился Павел. Мы читаем этот стих. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед». И это абсолютная правда. Некоторые слова в 13 стихе были добавлены переводчиком, с тем, чтобы выявить смысл предложения. Иногда это очень полезно, а иногда после добавления этих слов теряется смысл, или часть смысла, заложенного автором в то или иное высказывание. Сейчас я прочту эти строки без добавленных слов и выделю смысл, заложенный в эти слова Павлом. «Братья, я не почитаю себя достигшим хоть чего-нибудь, кроме одного». «Братья, я не почитаю себя достигшим хоть чего-нибудь, кроме одного». Что же это такое? «Забывая заднее, я простираюсь вперед». Павел говорит, «Братья, я не почитаю себя достигшим ничего, кроме одного». «Лишь одного я достиг». Он говорит, «Из всего того, чего могут достичь люди, я достиг одного». Вот чего я достиг. Вот то, что я понял в результате всего пережитого. Вот что я понял. Надо забыть все, что осталось в прошлом, и простираться вперед. И это великий принцип. Ведь это тот самый апостол Павел, который убивал христиан. Это тот самый апостол Павел, который совершил немало зла. И я уверен, что находились люди, которые это ему припоминали. «Вы когда-нибудь встречали человека, с которым общались раньше, и который с удовольствием напоминал бы вам о том, какими вы были когда-то давно?» «Крефлодоллар, помнишь, как мы?» «Нет, не хочу об этом». «Они любят напоминать». Вот что он сказал. Вот что сказал Павел. Поймите принцип, о котором говорит Павел. Он сказал, «Одного лишь я достиг на основании всего своего жизненного опыта. Я понял следующее. Забудь то, что осталось позади». Есть цель, которую поставил пред собой сатана, стараясь удержать нас в прошлом. И Павел говорит нам, «Забудьте о прошлом. Вам нужно оставить прошлое». Вот как Павел говорит нам оставить прошлое. «Забудьте то, что было в прошлом». «Как?» «Простираясь вперед». И он использовал слово «простираться». В этом слове заложено такое понятие, как усилие. «Значит, будет противление, которое нужно преодолевать. Ваше прошлое будет противостоять вам. Вы стараетесь двигаться вперед, а ваше прошлое тянет вас назад. Но если вы позволите прошлому удержать вас, вы останетесь со своими старыми обидами. Вы останетесь последствиями старых обид со всем тем, что сопутствовало тем обидам. Все это останется с вами, потому что вы остались в прошлом». Павел говорит, «Послушайте меня, забудьте о прошлом и простирайтесь вперед». Есть много в нашем прошлом, что нам пора просто оставить. Забудьте о прошлом, потому что если вы останетесь в прошлом, вы отстанете, и вы никогда не сможете продвинуться вперед, потому что застряли в прошлом. Ваше будущее не будет отличаться от вашего прошлого, пока вы не забудете о своем прошлом. Ваше будущее не будет не будет отличаться от вашего прошлого, пока вы не забудете о своем прошлом. Оставаясь в прошлом, вы позволяете своему прошлому быть пророком вашего будущего. Ваше будущее будет таким же, как и ваше прошлое. Это можно видеть в жизни многих людей. Их жизнь превратилась в замкнутый круг, потому что они никак не выйдут из прошлого. Прошлых неудач, прошлых обид, всего того, что произошло когда-то раньше. И они не могут войти в свое будущее, потому что никак не отклеятся от прошлого. Иногда мешают даже прошлые победы. Вы меня понимаете? Хотя они хорошо укрепляют надежду, но негативные моменты вашего прошлого вам нужно оставить позади, если вы хотите продвинуться вперед в своей жизни. Пятое. Не выставляйте свои эмоции на показ. Не выставляйте свои эмоции на показ. Иначе говоря, не нужно, чтобы все видели ваши эмоции. Это позволяет дьявлу постоянно цеплять вас. Вы понимаете? Конечно, помните фильмы «Рокки-один»? Он тренировался на бойне, где он боксировал говяжью или свиную тушу. Он постоянно бил по одному месту. По одному месту. И когда у него был бой с Аполло, он бил по одному месту. Бам! Бам! Вы позволяете дьяволу делать с вами то же самое, когда выставляете свои эмоции на показ. Он будет продолжать бить вас по тому же месту до тех пор, пока не ранит вас. Он не ищет нового уязвимого места на каждый день. Он ударит вас там, где вам было больно вчера, и будет бить вас снова и снова. Когда дьявол знает, где вам можно причинить боль, он будет постоянно целиться именно в эту сферу вашей жизни. Когда он знает, что может причинить вам боль. И когда вы выставляете свою боль на обозрение всего мира, весь ад видит, в какую точку им бить. Мы знаем, где ему больно. Будем бить именно по этому месту. И даже те люди, которые только что появились в вашей жизни, будут бить вас по тому же самому месту. Потому что вы открыли свое уязвимое место. И дьявол не очень изобретателен в своем стремлении причинить вам боль. Он будет бить вас по одному месту до тех пор, пока не ранит вас. Что вам делать, когда дьявол бьет вас по больному месту? Вот что вам нужно делать. И я знаю, что это вам покажется странным, но когда на вас набрасывается дьявол, и я знаю, что вам больно, поверьте мне, я сам через это проходил. Послушайте меня, вот что вам нужно сделать. Вам нужно смеяться. С великой радостью принимайте братьями, когда впадаете в различные искушения. Так вы сможете запутать врага. Нельзя выставлять свои эмоции на всеобщее обозрение. Вы должны привести врага в замешательство. А почему он смеется? Почему он ходит в церковь и радуется? Я же только что ударил его по больному месту. Ему придется прекратить бить вас по этому месту. Он начнет искать другие больные места. Но вы не можете остановиться. За что мне это? Эта женщина высказалась по поводу моей шляпки. Дорогая, ведь ты уже об этом плакала на прошлой неделе. Да, но ведь мне было так обидно. Знаете, вам будет обидно в течение 10-20 лет вашей жизни. До тех пор, пока вы не сможете ответить человеку, посмеявшемуся над вашей шляпкой. Мне очень нравится. Я завтра опять ее надену. Вы должны научиться этому, друзья. Это очень поможет вам. Нельзя допускать, чтобы вас обижали. Библия говорит, что мы должны смеяться в лицо беде и несчастью. И не счастью. Вы спросите, с какой это стати я должен смеяться, когда у меня такая беда? В этом-то все и дело. Это полностью сбивает дьявола с толку. Он просто не может понять, в чем дело, когда вы смеетесь. Однажды нам принесли новость, очень печальную новость. Я посмотрел на Тефи, я был потрясен услышанным. Она прикоснулась ко мне и сказала, «Мы будем поступать так, как учим других». Так ведь? А я сказал, «Что?» Я знал, что мне нужно быть осторожным в словах, потому что слова порождают реальность. Я вышел на улицу и стал ходить по двору. Я думал об услышанном. Я спросил Господа, «Что мы теперь будем делать?» А Господь ответил, «Я хочу, чтобы ты рассмеялся». А я сказал, «Это совсем не смешно». Я кое-что понял в тот день. Для того, чтобы смеяться, не обязательно, чтобы было смешно. Я думал, что для того, чтобы смеяться, должно быть смешно. Я сказал, «Ладно, потому что все во мне противилось». Как смеяться над тем, что совсем не смешно? Бог сказал, «Сделай это по вере». Я объясню вам, что значит смеяться по вере. Смеяться, потому что так повелевает Божье Слово. Смеяться не потому, что вам смешно. Это все равно, что прощать только, когда хочется прощать. Вы прощаете, потому что простить повелевает Божье Слово. Смеетесь, потому что Божье Слово повелевает смеяться пред лицом беды и несчастья. Я могу смеяться, потому что так говорит Божье Слово. Бог сказал, «Смейся по вере». И я ответил, «Хорошо, хе-хе». Я подумал, какая же это глупость. «Но ведь послушание Господу часто кажется глупостью». Я сказал, «Хе-хе». И чем больше я смеялся, тем больнее мне было. Мне было больно. Я продолжал смеяться, потому что чувствовал, что в этом что-то есть. Я только не знал, что. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. У меня даже губы дрожали. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха. И когда я смеялся, вот что было смешно. Смешно было то, что дьявол пытался подавить меня, но у него ничего не получалось. Я сказал, «Ха-ха-ха». Ха-ха-ха. И когда пробилось это ха-ха-ха, которое было частью меня, я ощутил силу. Радость в Господе — ваша сила. Это ваша сила. Ха-ха-ха-ха-ха. Некоторые христиане говорят, «Ни за что этого не сделаю, я еще в своем уме». А мне кажется, вы поступаете глупо. Потому что нельзя допускать, чтобы дьявол морочил вам голову. Бог хочет, чтобы вы научились морочить дьяволу голову. Вы понимаете, о чем я? Вы играете на нервах у дьявола, и если после того, как он ударил вас изо всех сил, вы начинаете смеяться, ха-ха-ха-ха. Или спойте что-нибудь. Или идите в церковь, свидетельствуйте. Аллилуйя! Идите в церковь! Вы знаете, что сегодня со мной случилось, но знайте, что написано в Божьем Слове. Аллилуйя! И кто-то обязательно с вами согласится. И если кто-то с вами согласится, если кто-то с вами согласится, Библия говорит, если двое или трое согласятся в чем-либо, будет им. Аллилуйя! Почему Бог сказал в Своем Слове, «С радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения и испытания». Очевидно, Бог знает, как задействовать наши эмоции, чтобы не допустить новых ударов дьявола по тому же месту. Он начнет искать новые больные места, и со временем Ему больше негде будет искать. И лет через десять Он опять вернется к тому месту, где Ему удавалось причинить вам боль. Скажем, лет десять назад вы курили марихуану. И вдруг, непонятно почему, вы опять курите марихуану. Не смотрите на меня, как на сумасшедшего. Со мной однажды так происходило. Я уже был верующим человеком, я был исполнен Святым Духом, говорил на иных языках. Я шел домой после урока Библии и почувствовал запах марихуаны. Я сказал, что это точно дьявол. Я чувствовал запах марихуаны. Я сказал, «Бог, не дай мне вернуться к этому». У меня такое ощущение, что со всех сторон меня окружает марихуана. Дело в том, что дьявол действует в сфере ощущений. То же самое можно сказать и о голоде. В прошлое воскресенье, когда я вам проповедовал, я ощущал запах жареной курицы. Обычно, если я раньше завершаю служение, это потому, что я почувствовал какой-то запах. Жареная курица. Нужно поскорее домой. Не позволяйте дьяволу морочить вам голову. Вы сами заморочите ему голову. Пусть от вас исходит радость, а не обида и боль. Иногда перед проповедью я выпиваю баночку энергетического напитка. Если я слишком много о себе рассказал, это потому, что я выпил этого напитка. Похоже, я сегодня выпил слишком много. Шестое. Шестое. Не мстите обидевшим вас. Если вы хотите освободиться от обиды, перестаньте стремиться отомстить тем, кто вас обидел. Не мстите своим обидчикам. Это так важно. Я хочу дать вам четыре отрывка из Священного Писания. Очень интересные отрывки. Откройте послание к римлянам, 12 главу, стих 19. Знайте, что Бог против этого. Если вы хотите избавиться от обиды, у вас ничего не получится, если вы мстите обидчикам. Вы лишь сеете новые семена зла, и этот цикл будет продолжаться до бесконечности. Они обидели вас, и вы хотите дать им сдачи. Они вас ударили, и вы хотите им ответить. Римлянам, 12 главу, стих 19. Прочтите, это очень интересный отрывок. Если вы нашли, скажите «Аминь». Не мстите за себя, возлюбленные. Давайте на этом задержимся. Не мстите за себя. Как трудно это принять. Да. Не мстите за себя. Но дайте место гневу Божию. Ибо написано «Мое отмщение». Кто воздаст? Послушайте, как это звучит в расширенном переводе Библии. Я хочу прочесть с 17 по 21 стих. Никому не воздавайте злом за зло, но поступайте честно и по-доброму со всеми людьми, стараясь быть безукоризненными в глазах любого человека. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. «Ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящее уголье. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Побеждай зло добром. Давайте переведем эти слова на простой язык. Бог говорит, зло можно победить только добром. Если хотите уничтожить зло, сделайте что-то доброе. «Побеждайте зло добром». Кто из вас знает, что этому нужно учиться? Этому нужно учиться. Скажем, проснусь я завтра и скажу, буду побеждать зло добром. Это будет зависеть от того, что они вам сделали. Возможно, вы пожелаете поквитаться с ними. Нужно учиться побеждать зло добром. Сделайте добро, чтобы победить зло. Давайте прочтем следующий отрывок. 1 Фессалоникийцам 5.15 1 Фессалоникийцам 5.15 В 15 стихе написано, «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем». В расширенном переводе это звучит так. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда стремитесь проявлять доброту и делать добро друг другу и всем остальным». 1 Петра 3.9 Вы знаете, что здесь говорится о любви. 1 Петра 3.9 Замечательные слова. «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Послушайте, как это звучит в расширенном переводе. «Не воздавайте злом за зло или оскорблением за оскорбление, ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, молитесь за их благополучие, счастье и защиту, искренне жалея и любя их, зная, что вы к тому призваны». «Зная, что вы к тому призваны». Зная, что вы к тому призваны. Зная, что вы к тому призваны. Зная, что вы к тому призваны. Зачем мучиться, стараясь познать Божью волю для вашей жизни, в то время как Библия вновь и вновь повторяет? «Вот то, к чему призван каждый христианин — любить людей и побеждать зло добром». Если мы не исполняем того, к чему мы призваны, тогда мы зря изучаем принципы. Ведь они все равно не будут действовать до тех пор, пока мы не начнем исполнять то, к чему призваны. Моё откровение на сегодняшний день в том, что я призван побеждать зло добром. Мне нужно изменить своё мышление. Я был призван. Не просто Библия говорит «побеждать зло добром». Нет, нет и нет. Я был призван побеждать зло добром. Это моё призвание. И при любой возможности я должен исполнять своё призвание. А что Бог приготовил для тех, кто будет так поступать? Как Бог вознаградит их? Сможет ли Он найти человека, исполняющего своё призвание? Какое призвание? Побеждать зло добром. И заметьте, что здесь написано далее. Чтобы вам самим наследовать благословение. Вот оно! Возможно, моё нежелание исполнить своё предназначение помешало мне получить благословение. И теперь благословения заблокированы, потому что я не исполнял то, к чему призван, и не побеждал зло добром. О мой Бог! Меня ждёт благословение, если я сделаю добро человеку, который причинил мне зло. И я хочу знать, какое это благословение. Не знаю, как вы, а я не хочу отказываться от благословения. Побеждать зло добром. Но вот то, чего вы не видите. Вы не видите то, что Бог желает сделать для вас. И это гораздо приятнее, чем ваша месть. Поэтому и написано, «Не мстите, я вас дам». И это одна из самых трудных истин для христианина. Месть — это не ваша забота, так же, как и беспокойство не ваша забота. Беспокойство — это грех, потому что вы волнуетесь о себе в то время, как он повелел возложить все заботы на него, потому что он печётся о вас. А вы говорите, «Нет, Господи, это по-настоящему». А он что, не настоящий? Я не хочу слышать об этой Библии. Вот настоящая жизнь. Словно жизнь по Библии, не настоящая жизнь. А потом люди задают вопрос, «Как ему всё удаётся? И почему перед ним открываются двери? Когда вы позволяете Богу делать своё дело, а что у него за дело? Заботиться о вас». Заботиться о вас. Заботиться о вас. Его гнев. Пусть уж его гнев падёт на моего обидчика, чем мой гнев.